Джейд Девлин. Карбон. Ловушка для радуги. «Так что эксперимент вышел очень даже удачным», — сообщил слегка растрёпанный мужчина средних лет, наливая себе и собеседнику в бокал что-то похожее на жидкое звёздное небо с редкими вкраплениями абсолютно чёрной пустоты. «Это ты про репликанта на основе твоего и моего ДНК?» «Хмыкнул, хмыкнуло, хмыкнуло. Газообразное существо. На самом деле определения пола в их языке не существовало, но пусть будет оно. Ведь именно так это воспринимал второй собеседник. С ног до головы, укутанная в серую тень. «Я и забыла уже. Ну да. Я тогда немного рассердилась за то, что ты слинял. А образец бросил у меня в секторе осознанности и имплантировала его в твой сектор реальности. Хочешь сказать, он выжил? Ты вовремя его подобрал?» «Предупреждать надо», — вздохнул мужчина. «Я его вообще не заметил. Имплантер-то ржавый. Ржавое. Нашло куда имплантировать. Даже не знаю, какого пола тот экспериментальный потомок был. Но он размножился до целого клана и теперь наводит шороху на центральный сектор. Да и хорошо, они там к месту. Но я же не знал. И привел к ним в тундру жену знакомиться. Ты представляешь вообще, что она мне устроила? И ладно бы мы с тобой реально переспали. А то, ржа, с твоими заморочками и диффузией аспектов даже измены не было, а по башке мне прилетело. «Я не понимаю ни твоих, ни ее затруднений. Но если озвучивание данных фактов разгрузит твою матрицу и позволит вернуть изначальное функционирование, то можешь продолжать. Налей еще». «Ты мне должно, короче», — усмехнулся лохматый, разливая туманность по бокалам. «И вообще, не надоело еще сидеть? Хм, висеть в небытии. Скучно же?» «Прошлый эксперимент тоже не принес того, что ты называешь моральным удовлетворением». Бокал со стороны существа медленно пустел, исчезая в дымке. «Хочешь попробовать создать репликанта снова, но теперь вашим методом?» «Нет, спасибо. Мне хватило проблем с результатами прошлой диффузии», — хмыкнул лохматый. «Хотя мысль, конечно, интересная, но я о другом. Ты вот в курсе, что твое соплеменнико...» «Да тьфу на вас!» «Не язык, а дурдом!» «Твоя соплеменница нашла своего... свою... нет, все же своего предильщика у меня в призме, а?» Серый туманный плащ существа пошел мелкими неровными складками. Оно взволновалось в прямом смысле слова, и из темноты в том месте, где у антропоморфных объектов расположена голова, на собеседника засверкала целая россыпь заинтересованных звездочек. «Предильщик? Где?» «Ага», — удовлетворенно откинулся на спинку кресла, наконец зацепивший собеседника мужчина. «Как оказалось, они не только в вашем мультиверсуме обитают. Мало того, они даже могут оказаться одним из моих созданий». «В вашем языке нет слова потомки, а репликанты смысла не отражает». «Мне все равно, каково происхождение матрицы с функциями предильщика. Не расплывайся радиоволнами по континиуму», — перебило его существо. «В моем секторе межреальностей я нужного не нашло, их просто здесь нет. А мне нужен мой предильщик». Звездочки, заменяющие существу глаза, загорелись маниакально жадным огнем. «Говоришь, у тебя их там много?» «Такого я не утверждал. Не перевирай», — отмахнулся мужчина. «Я просто констатировал факт, что в моем мире одна из ваших нашла то, что искала. Я предильщиков не различаю, я ж не швея», — пожал он плечами. «Но вот впустить тебя в свой мультиверсум...» «Урезанную часть тебя, во всяком случае, смогу. Саму поищешь». «У тебя там столько существ с твоим ДНК по пространству рассеяно, что чисто статистически, если есть один, значит, есть и еще сколько-то». «Отмахнулось серостью существо». «Перейдем к делу». «Я слишком хорошо тебя знаю». «И в альтруизм, естественно, не верю». «Чего ты хочешь взамен?» «Ну, есть одна мелкая просьба и одна крупная». Внезапно смутился мужчина и еще больше растрепал и без того нечесанные волосы. «Смотри, вот такой вид принять сможешь?» «Антропоморфное существо с вынесенными за пределы туловища органами размножения, то есть самец, констатировало туманность, рассмотрев голографический образ. И? В чем проблема?» «Да ты не на органы смотри, а на все в комплексе. Чтобы весь спектр внешних и внутренних характеристик, включая ауру и возможности жнеца, сможешь?» «Смогу. И по-прежнему не понимаю, в чем проблема скопировать такой примитивный организм». «Да не нуди ты. Надо именно такого». «Все мои существа, которые теоретически могут оказаться предельщиками, имеют похожее строение, и, приняв другой образ, ты их скорее отпугнешь. А характеристики древнего мастера, в отличие от оружия, дадут тебе больший простор для маневра». «Логично». «Принимается». «Но ты так и не озвучил цену». «Цена? Хм. О цене мы с тобой поговорим отдельно». «Ксан! Ксан! Где там твои волшебные пилюли? Или приборы?» «Голова раскалывается». Слегка сорванным голосом звал друга молодой парень с разметавшимися по подушке рыжими дредами. Из одежды на страдальце были только алые боксеры и один носок, который каким-то чудом удерживался на большом пальце ноги. «Уйди, Мымрик, не до тебя сейчас». Он слабо отпихнул громко урчащего крупного кота, белого с рыжими пятнами, на наглой толстой морде. «Уйди! Прародителем и его женой прошу». «А пить меньше не пробовал? Что ты орёшь, как умирающий громопотам в болоте?» Пробурчал лежащий рядом брюнет, пытаясь натянуть на голову подушку. «Ксан! Эх! Что ты делаешь в моей постели, извращенец?» Бат потёр виски. Хохмя больше по привычке, без огонька. Мир вокруг радостно вилял из стороны в сторону, будто цверчачий хвост на куче кубов. «Протри глаза, рыжий. Это моя постель. И если ты сейчас не заткнёшься, я спихну тебя на пол. Будешь продолжать своё похмелье на коврике у кровати». Ксан повернулся в сторону друга и сразу закашлялся. «Чтоб я ещё раз пустил тебя, пьяного, к себе в комнату». «У-у-у! Что за шмурдяк ты вчера пил?» Так и задохнуться недолго, ржа. «И сколько раз уже просил, не пускай своё кота стадо в мою постель. Брысь!» «Но тогда мне скорее свои волшебные микстурки, чтобы квартиру не проветривать». Баат одной рукой похлопал по подушке, под которой всё же спряталась голова друга, а другой подгрёб наглого кошака под пузо и скинул с кровати. Из-под одеяла в ответ на этот стон высунулась рука с оттопыренным средним пальцем, помахала им перед носом страдальца, но потом этим самым пальцем ткнула в сторону стола, на котором выстроилась батарея разнокалиберных бутылочек. «Изы, идеалкоголик несчастный! Вместе с кошками своими! Я заколебался уже каждый раз после вас кровать стерилизовать! А микстуры как будто в первый раз ржа! Сам не знаешь, где взять!» «Вали давай! И дай мне поспать, наконец!» Раздалось невнятное и сердитое обормотание из-под подушки. «Чёрствый ты и недружелюбный!» Ба! С кряхтением сполз с кровати и прошлёпал босыми ногами. Носок к тому времени благополучно разделил судьбу своего собрата и свалился на пол. Им тут же завладел кот и рысью унёсся под кресло, утаскивая добычу. К столу. «Спишь, когда лучшему другу некому душу излить! Ты вообще в курсе, что вчера со мной произошло? Нажрался, как свинья, вот что!» Приоткрыл один глаз Ксан, осматривая друга. Как бы то ни было, Эми Итчев всё же переживал, что с похмелья Баа может и перепутать микстуры. А откачивать его потом кому? Ему, естественно. Да. Кпинга опустошил все нужные бутылочки по очереди. На пару секунд зажмурился, передёрнулся и заметно взбодрился. «Куда ты опять кофе дел?» «А, так вот, нажрался, ибо у меня был повод. У тебя всегда есть повод». «Это не такой повод», — упрямо тряхнул дредами к Пинга, включая портативную кофеварку, привезённую ими из одного из миров жёлтой спирали. «Это настоящий повод. Меня вчера клеил какой-то мужик, представляешь? Вещал странную муть о предназначении и пытался завалить прямо посреди бара, чтобы привязать». «Кхм!» Эми Итчев стряхнул подушку с головы и с интересом уставился на друга. «А ты?» «В морду дал», — пожал плечами Баа, протягивая лежащему вторую чашечку с кофе, и свалил. «В другой бар, где нажрался, до цверчачьего визга», — констатировал очевидный Оксан, садясь в кровать и отхлёбывая кофе. «Ну а что ещё я мог сделать? Ты хоть представляешь, какой у меня стресс, шок и вообще травма?» Бааа состроил полное страдание лицо, которое быстро утопил в кружке с кофе. «Ты ж сам из себя всеядного строил и всегда готового, вот и прилетела, зевнул Эмичи. Во-первых, давно уже не строил, надулся Баа. Во-вторых, одно дело шутки и веселья, особенно когда понимаешь, что со своими тремя лезвиями воржу никому никакого пола не сдался, а другое, когда тебя в баре за задницу хватает незнакомый мужик. Иржак-сан! Этот мастер был сильным, как титан. Я реально еле ноги унёс. Угу, бедненький». «А тебе не пришло в голову, что незнакомый титан вполне способен отследить, пойти за тобой в следующий бар и там, дождавшись, пока ты достаточно нажрёшься, закончить начатое?» К пинга подавился остатками кофе. Уронил кружку и с таким ужасом уставился на друга, что ксан не выдержал и заржал, откинувшись на подушке. «Расслабься, нет у тебя привязки. Неявный, не скрытый, но головой-то думать надо, а?» «Слушай, а Фила-то? Тоже в этом баре повязали?» Вспомнил вдруг бат. И тоже, если верить свидетелям, чуть ли не настали снасильничали. Кто-то вовремя комнату предложил. «Вот-вот, самое время задуматься о том, сколько ты пьёшь». Ксан, наконец, выбрался из-под одеяла, отпихнул приятеля с дороги и пошёл в ванную. А поскольку это была его половина квартиры и его ванная, по привычке даже не стал прикрывать дверь, и Ба имел удовольствие полюбоваться, как друг в очередной раз поднял глаза на зеркало и заметно вздрогнул. «Шо, опять испугался чужой рожи?» Не мог не схохмить он. «Понимаю, друг. Вот так вот идёшь ещё толком не проснувшийся в родную ванную, а на тебя из зеркала основатель рода таращится, да ещё не бритый, не мытый, и с такой недовольной мордой, словно его неделю по помойкам, цвирки жевали». «Это ты скорее сейчас свою рожу», – описал пьянь. «И вообще, отвали!» – вяло огрызнулся Ксан, хмуро разглядывая своё отражение. «При чём тут основатель?» «Как при чём?» – весело изумился рыжий. «Ты там не ослеп часом?» «Да с каждым днём всё больше становишься похож на собственного пра-пра!» «В энной степени дедушку!» «Не гони!» – Ксан ещё раз вгляделся в зеркало и неуверенно потрогал тёмную щетину на подбородке. «Ничего похожего, кроме цвета волос». «Да щас!» – заржал Баа. «Такой хабитус характерный ни с чем не спутаешь!» Волосы почернели, морду как напильником стесали, даже глаза. Он растянул пальцами кончики своих век чуть вверх и в сторону. Ещё немного, и до той бойкой бабульки из тундры недалеко будет. А главное, даже разговаривать стал похоже. Ещё немного, потренируешься выражать целую призму мыслей одним многозначительным хм. И всё. Считай, кекс номер два готов. Если основатель услышит, что ты зовёшь его этим прозвищем, лезвий не досчитаешься. Вероятнее всего нижнего. Да ему сейчас вообще по рукоятке. Кто как его называет, отмахнулся легкомысленный Бат. Он же новый клан со своей куклой усиленно основывает. Пятидесяти лет не прошло, а уже двое спиногрызов на подходе. А вот кукла тебе и верхняя до кучи оторвёт, если услышат. Ксан наконец спохватился и прикрыл дверь в ванную. Вали давай на свою половину, в свой душ и кофе свари. Во-во! Злой ты стал, Ксан, и бурчишь много, не дать не взять древний. Если б твой дед не был сейчас жив, решил бы, что он вне очереди реинкарнировал. Этим не шутят. Слегка взрыкнул сквозь шум Вадыксан. А ну пошёл, иначе вылезу и сам оторву. Какое-нибудь лезвие. Ой-ой, какие мы грозные. Фыркнул Ба и неохотно встал с толстого пушистого ковра, на котором всё это время удобно возлежал. Ладно-ладно. Положу тебе сахар в кофе, тогда посмотрим, кто тут твёрже булатной стали. Акомпанируя себе подобным ворчанием, рыжий утопал в свою часть квартиры. Ксан спокойно принял душ и уже собирался выбираться из ванной, когда дверь в комнату друга с грохотом распахнулась и совершенно ошалелый Ба влетел в помещение, словно ему с той стороны придали ускорение хорошим таким пинком. «Ксан! Там этот! В телепорт стучится!» Рыжие дреды прыгали на его голове от возбуждения с такой амплитудой, что казалось, будто они встали дыбом. Он убежал. С этими словами статный высокий мужчина с тёмно-шоколадными волосами средней длины и ярко-синими глазами вошёл в небольшое выстроенное в форме кристалла помещение бара. «Я сделал поиск по пространству, как ты объяснял, и в результате мой предельщик сбежал. Мне это не нравится. Я хочу его». «Я тебе сколько раз объяснял. Растрёпанный мужчина в потёртой кожной куртке ловко поймал пущенный барменом по стойке стакан и поудобнее устроился на высоком барном табурете. «Что здесь тебе не там? Здесь живут существа со свободной волей, их нельзя хватать и тащить силком, и пугать тоже не полезно, убегут. Вот как твой этот. Кто он, кстати?» «Я не понимаю. Взрослый на вид мужчина насупился, как обиженный ребёнок. «Это мой предельщик. Мой! Какая ещё свобода воли? Я не знаю, на какое энергознаковое сочетание он откликается. Мне это не важно». Эх, темнота, вздохнул прародитель. То есть даже имени спросил. «Давай валите травм вязать? Вот потому он от тебя и удрал». Брюнет на секунду задумался и уточнил. «То есть мне надо узнать идентификационный кодовый пакет существа, и тогда он будет мой? Это как пароль для доступа к континиуму? О, великий я!» И вот это дитё я притащил для соблазнения собственной жены. Прародитель закрыл лицо ладонью и тяжело вздохнул. «Хм...» «Не бери в голову, нет, имя узнать недостаточно. Это только первый шаг в сложной системе паролей доступа. Во!» Всё же попытался пояснить мужчина. «А...» Брюнет заинтересованно покивал. «То есть, чтобы получить предельщика, надо ввести в реальность некий комплекс взаимосвязанных действий и кодов?» «Но так бы и сказал сразу, а то про какую-то свободу воли и прочий раздражающий эмоциональный шум. Дай мне пошаговую инструкцию, я разберусь». «На что я подписался?» покачал мужчина головой. «Просто знаешь, каждому созданию этот пароль разный. Ладно, в общем, слушай сюда. Первым делом сходи и извинись. Скажи, что не хотел его пугать, и впредь не станешь пытаться навязать единение силой». Это главное, с чего следует начать.